Когда мы говорим об имплантации, 24 года я этим занимаюсь. Поверьте, это достаточное время, чтобы посмотреть, как шло развитие и где мы сегодня есть, и что мы можем делать с этими имплантами. В зависимости от проблемы, если она есть, нужно решать проблему. Ну, каждый решает эту проблему по-своему. И поскольку это не только для публики, но еще и для докторов, я надеюсь, что по интернету это все пройдет и мои молодые коллеги услышат то, что я вам хочу донести, суть идет вот в чем. Можно применять классическую, двухэтапную, на сегодняшний день, ну, скажем так, самую проверенную, самую проверенную, потому что опыт наблюдения достаточно большой. Что нам нужно вообще об этих имплантах? Давайте разберемся в этом. Можно делать так, можно делать так, так, так. А нам нужны зубы. Согласны со мной? Да. Все остальное, это не важно. И здесь я думаю, что есть несколько пунктов, которые я бы вот так вот ко всему этому подошел. Ну, скажем то, что сегодня современная гуантология, имея новое материальное, она вышла совершенно на другую. Это очень интересно, это дает надежду насчет завтрашнего дня. Это из того рассказа, где я говорю, двухэтапная классика и однаэтапная. Никто не отменял ни один метод, ни другой. Вы знаете, я 14 лет пробовал систему Граммива и получал от этого удовольствие. То, что касается делать вещи двухэтапных. Я дальше не вообще, чем вам покажу, что мы делали, но уже это неинтересно. Это было 90-е годы прошлого столетия. Мы были рады, что мы это можем делать, но это был сложный, долгий путь. Хотя классика, есть классика, и я, может быть, с удовольствием, вот сейчас вернулся бы к этой классике, чтобы не повторять те ошибки, которые были сделаны в тот период. Ну, в первую очередь, я хочу поблагодарить своих учителей. Это, они у меня были такие великие. Наверное, имя Пол Тессиэ, это, скажем, для меня заслуга и слава больше всего, чем все медали, которые мне кто бы не повесил бы. Тем более, проработав с ним 7 лет, это много. Жан-Франсуа Туландо, который, в общем-то, перевернул не только инглантацию, но еще и реконструктивную хирургию. Вот такому молодому мне в 30 лет повезло попасть в такую команду. Поэтому, имея грузинский темперамент, советское образование, попав во Францию, я сделал то, что я хотел, и как получилось, вот, ну, не знаю, время все ставить на свои места. Во всяком случае, это тот период, когда мы делали совершенно сложные вещи. Но, я задавал себе вопрос, делая 14 лет одной и той же, а вот, скажите, пожалуйста, если вы мой пациент, вам интересно, какой я великий хирург? Вам все равно. Вам интересно, какую сложную методику я вам предложу? Вам это совершенно не нужно. Вам нужно совершенно другое, чтобы вы пришли, и чтобы доктор вам помог. Вот, такую концептуальную вещь мы поменяли 10 лет тому назад. Тогда это было сложно. Тогда это было сложно, потому что так делали 1-2 человека в мире, и мне не у кого было посоветоваться. Мы рискнули, мы рискнули, и я благодарен за это моей командой, что они меня поддержали, и, скажем, много или мало, на сегодняшний день, за 10 лет, мы поставили более 2 тысячи одноэтапных имплантов. Я не могу сказать, что это очень большой результат, но это достаточный результат, чтобы проанализировать вещи. И когда, допустим, проблемы, которые раньше я решал за полтора года, иногда больше, сегодня я решаю за максимум 3-3,5-4 часа, это как-то, вы знаете, дает нам надежду, что мы на правильном пути. И если раньше было сложнее, теперь легче, потому что теперь у нас проблема, уже появилось очень много пациентов. Один рассказал другому, третий показал третьему, пошло, 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 пошло. А столько я доктор, некоммерческая организация. Да, у меня есть друг Сергей Анатольевич, который очень сильный в бизнесе. Я нет, я доктор. Поэтому сказал, давайте я донесу до ребят, если не так, то через интернет, что это есть, это работает, и вы знаете, я попробовал двухэтапных, неплохо получается. Сегодня я хочу приветствовать вас, молодой человек, Алексей Шаров, вы знаете, который занимается давно имплантацией. Имплантацией в том смысле, что это менеджмент. Доктор не может продавать, или он должен быть доктором, или он должен быть коммерсантом. Не бывает одинаково, вы меня простите. Может быть, я из другой школы, я из другой жизни. Сейчас молодые по-другому мыслят, они говорят слова coaching, coaching, and so more. Ну, это их вещи, потому что сейчас другое время достало. Я очень рад, что у меня в команде молодые ребята. По 30 лет я сам был такой, я их понимаю. И будущее, я думаю, что за тем, чтобы человек пришел и решил проблему очень быстро, это пока стволовыми клетками, и все, не поймем, что нужно делать. Тогда уже не нужны будут никакие материалы и никакая имплантация. Вы знаете, год тому назад я затеял новую, мне было скучно, уже неинтересно, и привез сюда французского. Вернее, одного. Хотя, какого он француза? Он немец, а французы в шиз. Представляете, это, но великий специалист, о чем я говорю? Он 40 лет делает имплант. Вот, такой живой. Это сколько не живут? Да, чтобы человек 40 лет делал одно и то же. Вот он приехал, показал, 4 раза приехал. Мы с ним поработали, поэтому я вижу, что это мир вернет мир. Это новая эра, я так и назвал его. Но, вы понимаете, одно дело иметь хорошие результаты для уникальных врачей, 1, 2, 3 команды. И другое, это делать бизнес. Это разные вещи. Поэтому, ребята, вы на плохом пути, но, может быть, у вас все получится. Потому что Россия для иностранца, это совсем другая страна. Поверьте мне, я сам приехал сюда из Франции в 2001 году, проработал там 11 лет. Здесь показаны варианты, когда мы делали классические вещи. Было очень модно делать постную пластику. Взять блоки, когда не было кости, нам нужно что-то переделать, что-то друг к другу перевести. Ну, мы добились хорошего результата. Я был счастлив, какие хорошие вещи я умею делать. И, в принципе, это и осталась классика места любого доктора. Да? Был такой период. Ну, поскольку нам нужна кость, а мы были, я попал сюда из черепно-лицевой кирургии, мы делали очень просто, мы брали из черепа кость и пересаживали его, перемолачивая. И это самый лучший материал. Я о костной пластике могу вам часами разговаривать и рассказывать. Но не об этом сегодня идет речь. Поэтому вот забор костей, совершенно какой бы он страшный не касался рукой, это, во-первых, кости сколько хотите, это наименее травматично. И на второй день человек забывает, что у него была проблема. Зато у нас есть много костей, то, что мы хотим. И эту кость мы начинаем с одного места пересаживать в другое. Поскольку я все же сторонник своего учителя старой школы, мы считали, что своя кость лучше. Хотя, вы знаете, это было 20 лет тому назад. Сейчас есть прекрасные материалы, которые не работают ничем не хуже, чем то, что есть сегодня. Ну, смотрите, я написал, к сожалению, это не я, но я не вспомнил его имя. А всех остальных я процитировал, кого помнил или кого. Но, в принципе, для того, чтобы научиться оперировать, нужно 5 лет и 20 лет, чтобы эту операцию не делать. Не потому, что она была плохо сделана, не потому, что что-то не так. Но с возрастом, наверное, другое отношение ко всем вещам. Ну, вот я вам говорил про черепную кость. Поскольку наша специальность это черепно-лицевая, реконструктивная хирургия, мы переделываем людей и дальше смотрим, что происходит в зубах. Здесь у нас, конечно, плюс, что у нас образование, мы сверху спустились вниз. Слабость в том, что мы не зубные врачи и у нас нет тех навыков и знаний, которые есть у зубных техников, у зубных ортопедов. Ну, это не страшно, потому что большинство из нашей команды именно теперь в этом направлении развивается. И я думаю, что в этом пока не на этих работах, но наших пациентов ждут, правда, интересные вещи. Дальше я, наверное, закончу эту тему, потому что она, может быть, была мне интересна как хирургу. Да, мы делали самые сложные операции, но в России это, приехав сюда, я больше не стал делать. Первая причина заключалась просто в том, что для этого нужна огромная организация, хотя бы челюстно-лицевого отделения со всеми вытекающими вещами. И поэтому я решил пойти по простому пути, используя наш опыт и наши знания, превратить банальную операцию и решать, если я раньше решал многие-многие месяцы, часы, годы. Сейчас буквально за несколько минут. И вот, наверное, мы перейдем именно к этому разделу, который для меня, в принципе, и для моих последователей остается, ну, скажем, это наскорбик. Мы не жадные, мы не работаем на дядю, мы работаем на наших пациентов, поэтому у нас все доступно, у нас все честно. И я вам могу сказать, вот за 10 лет нахождения в России, если были проблемы, то не из-за того, что мы что-то плохо сделали. Я почему говорю? У нас другой маркетинг, у нас другой подход к пациентам. И это не значит, что это будет такой подход работать в какой-нибудь вашей клинике. Извините, я вещи называю своими именами. Модель так легко не перенести, потому что как только туда будет вписываться хозяин, который хочет заработать, как доктор рассказал, что им принесли, представляете, конфету, даже ничего не нужно, даже не рискуете. Видите, цену какую-то и так далее. Почему что в Америке так дурак остается? Я по-другому скажу, жадно-суфрайвадники, но не умею их судить. Давайте посмотрим все же несколько случаев из того, что можно сделать, ну, скажем так, в идеале, в идеале, если мы хотим заменять зубы, и мы хотим поставить корни, мы их должны поставить максимальное количество, потому что от количества имплантов зависит успех. Нельзя повесить одну-две штуки и сказать, ах, у нас имплантация, это один из вариантов, да, но это не называется серьезной имплантацией, поэтому, исходя из того, что это будет выполнять ту же самую функцию, что и зуб, он должен вписываться, по возможности повторять анатомию. Это очень интересно, потому что если мы делаем шестой зуб, там, два горня, мне очень понравилось, что сделал доктор на вашем виде, это правильные мысли, это правильные мысли, с первого раза могут не догнать, ну, суд не в этом очень, ну, смотрите, на этом снимке я бы другое сказал бы, а не то, что там написано. Видите, проблему с гайморовой пазухой, там, где мы, в прошлой операции, я вам показывал, какие мы молодцы, два года тому назад в чае попили садили кофе, хирурги, здесь два случая решены буквально за 15 минут, но этому случаю уже 10 лет, и мы так легко через это прошли, что уже неинтересно стало, мы стали искать еще дальше и дальше, и я всегда задаю вопрос, если можно решить проблему быстро, зачем мы его усложнять? Ну, это уже из другой серии, наверное, зачем мы это делаем? Ну, в принципе, самое сложное из моего выступления, вам, зная, что вы немножко другая аудитория, но у меня осталось, ну, другая, правильно поймите, мне легче выступать перед докторами, мне легче разговаривать с пациентами, но сейчас я вас не вижу, ваших для себя пациентов, знаете почему? Я знаю, что рано или поздно, вы пройдя других, вы все давно ко мне придете, поэтому я не спешу, это всего свое время, но хорошо, если вы будете информированы, хорошо, если вы будете знать, что, в принципе, пройдя очень многие вещи, и дойдя до того, что мы можем сделать на самом деле просто, а на самом деле просто потому, что, да потому, что, так говорит наш друг Леонард, да? Ну, давайте дальше, я, наверное, не буду ничего комментировать, вы просто посмотрите, если что-то будет интересное, я вам скажу, что вот это будет интересно. Ну, самое интересное, каждая из этих пациентов, это своя история, это пройденная. То, что сегодня у нас такая возможность, есть, поверьте, мне таких не один, я сейчас не могу вам все показать, к сожалению, много из того, что было сделано, я не смог пустить свой доклад, потому что это не получится, три, или там, здесь другой формат, и самое главное, что дальше, я думаю, что будут более интересные вещи, это для нас уже банальность, это мы, здесь, вы знаете, эти операции были сделаны 7, 6, 5 лет тому назад, поэтому, они работают, у нас не болит голова, и у наших пациентов. Ну, самые-самые различные случаи, когда человек просит, говорит, ну, вот, помогите, да, ну, и у нас как-то неплохо получается, многие после этого сразу же выходят замуж, другие устраивают себе жизнь, и почему бы нет, почему бы нет, человек, но, исходя из того, что мы можем буквально за 3 часа поменять всю челюсть, и получается, что мы с нашими пациентами, вот, Андрей, Антонович, там, еще Ливан сидит, дадут мне соврать, вы знаете, я их вижу, может быть, полгода раз, и единственное условие, которое у меня есть, я говорю, не теряйтесь, иногда приходите, ну, у нас, доктор, все хорошо, все нормально, там, у нас другие вещи, обычно к стоматологу привязываются, и ходят, описаны в течение месяца, а здесь у нас вот так же не хотят приходить, ну, у каждого есть свои недостатки. Ну, здесь вот по тому, вы видите, что время сокращается, да, того, что мы начинали делать сначала, и сейчас, ну, по той простой причине, что у нас уже наработался достаточно, скажем, любую хирургическую проблему, мы сегодня можем, вот то, что вы видите, установлено 8 импланов, это звучит, что установлено 8 импланов, это заняло буквально, ну, не знаю, там, 20-30 минут, да, мы не успели сделать, вы видите, я даже не резал прямо, но это в том случае, мои хорошие, где я себя чувствовал волгодно, я знал, что здесь есть куда ставить, если вы посмотрите, там, конструкция стоит в археологических раскопках, будут еще находиться всякие такие вещи, поэтому об этом и даже не идет речь, много-много интересных случаев и многим людям, которым мы можем быстро и хорошо помогать. Вот, чтобы дальше далеко вам не рассказывать, этому случаю уже пошел 6-й год, это мой друг. Представьте, как им наглым нужно было 6 лет тому назад, что своему другу вырвать все, что Алексей и я сделал, и поставить такое, и, вы знаете, наша дружность с тех пор только укрепилась. И отсюда такой вопрос, да, если можно делать просто, зачем усложнять? Давайте сейчас даже не будем спорить одноэтапно или двухэтапно, да? Что касается двухэтапной имплантации, когда я говорил с системой Брангума, что касается всех представителей открытий, сегодня одноэтапных, для меня очень интересно остановимся здесь, и вот о чем вас напомню, потому что мы сейчас совершенно другой раздел переходим, который не, не, потому что у него будущие, но очень осторожно хочу сделать эти шаги, поскольку, опять же, мое участие в этой фирме только докторское, ну, каждый находит свой путь, и до сегодняшнего дня мы вот так его и прошли. Проблема была, давно человек перепробовал все, ничего не работал, до того, пока не нашли титан, и сказали, ох, как хорошо. Ну, опять же, ушли от этой истории, но настолько 5 минут, я его очень быстро пройду, что человек попробовал такую конструкцию, такую, решил, что двухэтапно это лучше. Брангмарку снимаем шляпу, написал концепцию, пойму, типа, пошли, все двухэтапные импланты сегодня на такой системе основаны. 50 лет опыта наблюдения, это достаточно много, но, давайте вот так, наступает уже, вот, смотрите, опять ушли от вопросов, это изюминка. Скажу так, здесь опыт есть у двоих людей, которые нам интересны, а остальных еще нет, вот мы, наверное, были одни из первых, которые в прошлом году начали работать. Пока я очень осторожно использую, у нас частная клиника, и я не хочу, чтобы мои пациенты страдали из-за каких-то проблем, но, вы знаете, за то время, что мы сделали, мы достаточно много сделали, я вам покажу, скажем так, ну, человек устроен так, он изобрел колесо и сразу четвертовал, вы знаете, глупостей можно натворить больше. Поэтому очень осторожно, хотя материал прекрасный, и от него я сейчас постараюсь вам привет создавшему организации, которая будет, и которая занимается наблюдением доктора этой проблемы. Смотрите, на сегодняшний день опыт очень маленький. С Титаном работают тысячи, тысячи систем, тысячи, тысячи докторов, и там уже наработанные вещи, и очень хорошо. Конечно, они будут бить и говорить, что это плохо. Будут находить всякие вещи. Ну, человек так устроен, да? Ну, обидеть в том, что у него есть куча преимуществ, ну, по своим химическим свойствам не будем говорить, это очень много. По физическим, посмотрите. Человек искал, 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 не найдя ничего другое в природе, решил создать что-нибудь искусственное, которое по всем этим качествам подходит к человеку. Вот. Когда говорят, я кому-нибудь показываю, или говорю, я буду делать так, они говорят, это что, пластик? Я говорю, ну, вы знаете, это биопластик, если так правильно говорить. Но это не совсем пластмасса, пластмасса, как в вашем голове. Это вы держите в руках кость, которая повторяет те же качества, которые у человеческих костей. Как он себя будет вести, это уже другой вопрос. Но, вы знаете, неплохо он себя ведет. Те результаты, которые мы смотрим, обнадеживают. Можно это все делать прямо на руках. Тут выпиливать из импланта, что хотите, то и делать. Представляете, какая мечта для доктора, что вы можете в данном случае подогнать именно по тем случаям, которые есть. Вы знаете, я очень долго не буду про их качество смотреть и вам рассказывать. Вы это можете все на сайте посмотреть. Наверное, на этом этапе важнее то, что его можно нарезать, как ножницами, так и различными инструментами. Если вы посмотрите, можно менять самую различную форму. Вы задаете эту форму и на нем создаете основу. Это, скажем, другой уровень. Это интересно. Гистология доказывает, что это хорошо. Проводили независимые. И здесь уже ИЗОС не будет говорить. Сейчас он... На этапе планирования тотальной реконструкции. Вы какие методы использовали в фронтозировании конструкции с ортопедами или... У кого-то хороший вопрос. Вы знаете, то, что я вам показываю, 10-15 минут, это так кажется так просто. Да, всему просто требуется тщательная подготовка. Ну, в первую очередь, мы исходим из той, какую проблему мы замещаем. И, наверное, больше, чем на все остальное, мы уделяем внимание правильной гнатологии, правильное выстраивание. Гнатологию какого концепта вы используете? Вы знаете, наверное, я больше всего... Больше всего есть у нас испанский друг, к сожалению, его нет сегодня живых, который, в принципе, нас научил самому равному... Я вам расскажу, я вам расскажу, почему, потому что это был из Барселоны очень интересный человек, который все в разу бы и сказал. Правда, дальше знаете, что он сказал? Вот все, что я написал, если бы я это не делал бы, природа бы все все равно сама сделала. То есть, вот о чем идет речь. Гнатологию нужно делать, это еще не значит, что... Нам-то сделаешь, делаешь, а потом задаешь вопрос, а может быть, и не стоило это делать. Не знаю, как ответил на ваш вопрос. Да, с удовольствием. Теперь те маленькие секреты, которые мы стали использовать, и почему наш уровень сегодняшней хирургии намного изменился. Зная, что этот имплант действует не так, как титан, мы стали им делать самые интересные вещи, которые обычно делаются и которые обычно имеют смысл. Вы видите, техника, она совершенно отличается от того, что делает, скажем так, доктор заточенный на двух или на одноэтапном, потому что здесь концепция другая, здесь подход другой, и позволяет этот подход делать самые различные вещи, учитывая, что если нам проблематично ниже челюсть, мы из него можем лепить, в принципе, что хотим. То есть то, что мы хотим, мы можем это, в принципе, осуществить в жизни, и это дает очень неплохие результаты. Этот материал, его можно пилить, как вы хотите, вы можете выводить в любой угол. Мечта. Дальше я вам скажу, что он такого же белого цвета, как и ваши зубы, или он совершенно так себя ведет, как и зубы, и это очень радует. Даже в тех случаях, где обычная имплантация невозможна. Да, мне интересно делать. Я вам показал, как мы умеем делать сложные. Мне вот это интереснее, потому что я за 10-15 минут получаю тот результат, который, ну, никак я не могу получить ни на каком раскладе. Потому что если у меня 2 миллиметра кости, в классических случаях я не могу ничего сделать. Здесь, вы знаете, голова не болит. И мы уже десятки такие операции сделали. Здесь немножко больше крови, поэтому я его сейчас быстро уберу и перейду на более, наверное, интересные вещи, чтобы смотрели по рентгеновским снимкам. Ну вот, если вы посмотрите, здесь в самых различных случаях стоят импланты там, где ни один классический доктор не сможет решить эту проблему так, как мы это решили. При этом у него свет и все остальное еще и написано, что это вот так. Вот посмотрите, пожалуйста, вот это место. Да? Ну, в принципе, нету костей. Да, еще одну вещь. Пик не сразу можно увидеть. Это глаз должен привыкнуть, потому что он такого же качества выглядит так, как и костя. Да? Поэтому, если вы посмотрите вот здесь, вот он где стоит. Видно? Да? Вот где проблема была решена. Что вот здесь. Вы можете посмотреть эти два случаев, что многие другие случаи, где мы его принимали вот для таких целей. Дальше мы здесь их можем связывать с оставшими зубами. Не надо все выделять, все выбрасывать. Мы можем в возрастных случаях использовать, и это тоже облегчает жизнь, потому что проблема решается достаточно быстро. Ну, вот здесь, наверное, на рентгеновском снимке вы не сможете увидеть эти планки. Они уже настолько антрегрировались. Да? Настолько они стали совсем так костя. Титана вы видите сразу. Что вы видите, здесь достаточно сложная ситуация, и мы в боковых отделах усилили конструкцию, сделали его еще лучше, чтобы он смотрелся, и ищили достаточно сложные случаи, достаточно сложные случаи, достаточно просто. Ну, эту операцию, самое последнее, что мы сделали, я очень рад. Такую проблему я бы решал полтора-два года. Решили за 15 минут. И вы знаете, так, как будто не сложная вещь, ну, сложная по своим техническим, по своим, но решение проблемы оказалось очень простое, и мы как раз вчера видели пациента, он счастлив, мы счастливы, и буквально за 15 минут решили проблему в букле. Прекрасно. И таких случаев очень много. Ну, вот здесь, наверное, об этом и говорится, что если бы вы делали так, то у нас получилось бы такое, долгое время. Это не мои слова, это опыть, что человечество ничего не верит. Но время, наверное, все ставит на свои места и показывает. На эту конструкцию лучше всего вешать такие же зубы, это 10 граммов. Вы представляете, у вас стоит тяжелейшая металлокерамическая конструкция, которая, ну, не знаю, там 100 граммов, 120 граммов иногда весит. Конечно, будет некомфортно. А если вы сделаете такие зубы? Вот то, что вы мне просили, доктор, именно про планирование зубов. Опять же, это иногда называют временной конструкцией, я называю ее, вы знаете, лечебной, которая помогает. Для этой цели, вот, когда я вам рассказывал, были у нас курсы, мы обучали, и, в общем-то, хорошего опыта, я думаю, молодые добрались. Согласны со мной? Могу сказать про этот материал только хорошее. Только хорошее. Но, давайте его использовать осторожно и без всякого нехорошее слово, но молодые лучше поймут. Без фанатизма. Можно вопрос? Можно, конечно. А вот, например, в личной ситуации, когда ты личная статистическая, от что она возможна? Кто вам сказал, что она невозможна? Четвертый, типа, если и да, родной мой, очень хороший вопрос вы задаете, я вижу, уже подкованный специалист. Да, просто классический. Да, да, ну, смотрите, опять, смотрите, где вы ищете, что вы ищете, и такую конструкцию делаете. Измените немножко тактику введения. Если вы работаете в косте D1, это не значит, что вы сделаете то же самое свернение в косте D4. Согласны со мной? Сыграете сбором? Как это сделать, я вас потом научу, это не для аудитории, да? Поэтому... То есть, это не является тип кости без равенства? Для базальной, вот то, что я сейчас показал, любое. 2 мм кости. То есть, картикальная. Там, где есть за что, потому что она мультикартикальная, она в одном месте, в другом. Когда вы ставите кристальный, у вас весь процесс идет за счет картикальной, которая мало, если в аппекальной у вас есть чуть-чуть, вы говорите, а, какой я купил, я сделал бикартикальный. Знаете, такую техну. А здесь у вас мультикартикальный, потому что базальный вот такой, да, он держит здесь, здесь, это от вашего искусства, знаний, анатомии, зависит, куда вы его и как поставите. А еще можно вопрос? Можно. Фиксации, конструкции, которые вы используете, потом сразу в момент нагрузки, а не материал такой же, из чего делает самый плантат? Еще раз, материал. Материал, который используется для временной лекции, ну, для сразу подшественной нагрузки, который используется, он с такого же материала, что и зубов? Ну, смотрите, это идеал. Сегодня существует технология изготовления таких зубов. Это вообще вот то, что я вам показал. Да? И, как ни странно, она уже в России вошла, прошла первые этапы, вы поймите, мы только сырую материал взяли и стараемся не навредить. Мое отношение такое, да, у нас сегодня есть классическая имплантация, его никто не отменял, и от этого я получаю огромное удовольствие. Надеюсь, что Михаил Эскобар с твоей помощью мы это еще больше сделаем для России. Дальше, есть одноэтапная имплантация, она прекрасно себе зарекомендовала и говорю любому производителю импланта, не имеет значения, какой мы фирмы. Андрей Антонович из нее может делать конфетные зубы. Что касается ПЭКа, смотрите, я очень осторожно к этому отношусь, у меня частная практика, а я понятно говорю, я не научно исследовательский институт, эти импланты в прошлом году зацертифицировались, в России я начал с прошлого года, поэтому видите, как мало я вам показал и как я сдержанно вам про него говорю, но могу сказать, что будущее только, да, что я вам буду говорить, есть классика, а это будущее, вот через пару лет, да, когда будет очень много, это вот, вы увидите, разных продавцов этого материала, да, ну нельзя это держать долго, представляете, титановый продукт столько разных фирм продают, один такой, другой такой, один вот так отполировал, другой вот этот на это сделал, а здесь только один сегодня эксклюзивный парень, долго он не будет, время это такое, вы согласны со мной доктор, что бизнес делает свои вещи, да, а мы просто используем эту методику, потому что видим, как вот в ваших случаях я сказал, что, вы знаете, как только вы научитесь делать половые клетки, мы отпадем, уже никому не нужны будут, ни полиэты, ну это останется, как архаизм, так вот что-то сделал из всего этого, пока нет, ну вот мы пробуем, и нашли, что на сегодняшний день вот этот материал неплохой, не знаю, настолько исчерпывающий, я вам ответил, Сергей Анатольевич уже готов на меня, все будет хорошо, Спасибо большое еще раз